всем привет меня зовут дмитрий макена и я продолжаю свои видео уроки по программе серота диджей сегодня мы поговорим о клавиатурных сокращениях которые помогут вам быстро переходить по разным функциям а также делать точки останавливать треки там так далее тому подобное но начнем первое с чего мы начнем это будет у библиотека что у нас здесь самое простое стрелки вверх вниз соответственно переход под либо по папкам в режиме папках стрелки влево вправо это переход между папками можете открывать и клавиши как там это уже полноценный переход от папок треком далее начинается самое интересное самое интересное это зажатие клавиш command f это поиск по всем треком нажимаем и получаем поиск пожалуйста принципе функции довольно удобно когда нам сразу найти что-то следующее у нас идет control е control е это изменить имя файла например да я нажимаю можно так же у всех бывает по разу меня начали сайт артист кого-то возможно будет стоять сон и также он при нажатии control е может изменить название самого трека тут уже каждый выбирает удобно далее common r тоже очень довольно интересная функция зажимаем пожалуйста тот трек который мы выбрали он программа открывает его файдере и в той папке где он находится довольно тоже удобно когда бывает такое что вы находите дубликат и вам надо удалить там его открыли или надо просмотреть в какой папке находится трек далее переходим клавиши control елл показывает последние загружены треки только в режиме онлайн онлайн наблюдать на данный момент смотрим допустим сейчас выберем пару треков закинем сюда жмем common или control кому как удобнее л он по библиотеке показывает эти последние два трека который сейчас играет и допустим у нас пятна на 2 декса для игра вот пожалуйста яга дальше у нас идет control а это выбрать все треки самое просто принципе как везде дальше control z это убрать трек из деки либо допустим если там было загружено два трека он будет между ними вы поняли что это вам трек не нужен хотите отменить его нажимаем пожалуйста возвращается на место control p и добавить трек для заготовки есть такая специальная функция заготовочный плейлист можете перед выступлением или во время выступления классный трек и надо заранее подготовить для другого выступления нажмем control p и он добавляет специально вот этот плейлист также вы можете сами автоматически мышкой туда поднести ну кому как удобнее дальше control n это старт и стоп записи микса это открыть трек уже в медиа плеере который у вас стоит по умолчанию остановился control n запись началась довольно таки тоже очень удобно когда не надо мышкой вести на рейк разжимать и сжать его и запись началась дальше у нас идет control o это открыть трек уже в медиа плеере который у вас стоит по умолчанию у меня по умолчанию стоит айтюнс зажимая control o сейчас не откроется вот он открылся как вы видите у меня уже в айтюнсе трек начал проигрываться не знаю насколько удобная функция ну каждый может быть найдет свое применение и дальше плюс и минус плюс и минус и в обычном просто как бы зажайте это увеличивает уменьшает сетку делает больше или меньше но если зажать control и также плюс и минус тем самым мы можем увеличить текст или уменьшить текст в библиотеке control delete соответственно удалить трек из папки с плейлиста и есть такое еще control shift delete это удалить трек вообще из системы опять же тоже очень удобно если у вас находятся дубликаты и вам не надо не хотите искать в какой он точно папки находятся но увидите что два трека вам действительно достаточно одного зажимаем control shift delete он удаляет его полностью из системы далее у нас идет быстрое редактирование грид сеточки и по пм треков как это сделать быстрее всего это чтобы редактирование перейти это alt space пробел еще раз и мы переходим на редактирование второго трека допустим если будет 4 таки одновременно также зажимаем переход на 3 4 и обратно вот когда мы зажали а здесь можно использовать стрелочки вверх вниз либо влево вправо и как вы видно наблюдаете грид сеточка она начинает нас двигаться либо мы сдвигаем ее по ппм вот здесь вы ждаете меньшую сторону принципе по редактированию гридов все здесь а да вы можете чтобы не стрелочками а хотите намного быстрее вы можете зажать alt и взять мышкой и отвести влево либо вправо но это намного быстрее да также отредактировать или цвет не забывайте нажимать set и save в таких случаях далее сам простой это пробел эту поставить полноценную открыть библиотеку чтобы найти треки эскейп выйти из программы и еще парочку моментов это допустим вам нужно сделать меньше стэк волны трека нажимаем shift и левая кнопка мыши соответственно меньше становится либо больше каждый выбирает кому как удобнее и еще пару есть функций по гейну трека хотите чтобы день стал в ноль что вы слышите что трек играет тихо несмотря на то что он там выровнялся по децибелам жмем control и мышка кнопки мыши левая он ставит нам сразу в ноль чтобы убрать его то обратно жмем alt опять же мышкой и он возвращается на тот автогейн который у нас выстроен уже программе заранее 92 децибела вот принципе на этом все по библиотеке дальше мы перейдем к декам увидимся в следующем видео если вам понравилось жмите лайк подписывайтесь на канал внизу вы можете найти ссылку для скачивания в полный текст всех комбинаций запомните на по видео невозможно я специально подготовил его всем счастливо пока с вами был дмитрий макенов скачивания